Друзья, тут такое нашли! Вон комп, смотри! Ну, монитор, по крайней мере. Это видеокарта, по-моему, старая. Это видеокарта старая. Да, это видеокарта, реально, видеокарта, ребят. Офигеть! Что это за разъем, даже не знаю. Это ИСА называется, разъем. Вот. Вот такие вот старые видеокарты, мне кажется, сколько? Мегабайта 6400. Ты что, там даже мегабайта нету. Да? Там 256 килобайт максимум было. 8 бит, ребят. И вот куча за всякой компотности лежат. Вот тоже Эпсоновская плата. Они вот, смотри. Смотрите, друзья, ИСАшная. ИСАшная видеокарта, скорее всего. Либо... А, здесь контроллер еще и ДЕ. А, телевизор, штуки, зази лапочки. Честно, забыл произвать. Я думаю, что... Нет, нет, это телевизор. Эта штука сейчас довольно-таки недешево стоит, но ее здесь металлисты превратили просто в хлам, и она вот так вот здесь валяется. А это что-то от винчестера, тоже от компьютера. Вот еще одна видяха, кстати, смотри. Это мини-видяха. С33. На 1 мегабайт. Вот. Это видеокарта реально на 1 мегабайт памяти. Прикольно. Специальный слот еще. У меня таких тоже дома дофига валяется. Ну, лампочка такая, мне всем утонул, не хочется. А вот процессор, Pentium 2. Офигеть. Да, друзья, Pentium 2. Что тут еще у них есть? Аккумулятор старый. Кстати, нормальная шляпа. Что-то мне показалось, что тачка какая-то, Юрий. Класс. Блин, ничего не видно. Хрюк света, да. А вообще в Припяти можно все что угодно достать. И одежду, и шапку, и обувь. Как вам новый образ? Посмотрите, это явно видно, что это уже после аварии. Буржуйка стоит. Кресло. Там диван. Да тут фонит. Смотри. И тут еще и фонит. Больше, чем на улице. На сюда нанесли. В печках, скорее всего, топили радиоактивными дровами. Это жилище мародеров, мне кажется. А вы как думаете, друзья? Очень похоже на жилище мародеров. Очень-очень. Тут в печке сразу же дозиметр зачирикал. Не скажу, что прям очень большое, но повыше, чем на улице. То есть у кого-то из них, из этих мародеров, которые здесь жили, не хватило ума топить в печке радиоактивными дровами какими-то. Кстати, ходит легенда тоже, что в гараже, я не знаю, этот гараж или нет, в одном из гаражей Припяти тоже обосновались мародеры и топили тоже дровами всякими и оплетку обжигали радиоактивную с кабелей, чтобы сдать металл. И один из этих ребят, двое всего было, один из них вообще скоропостижно скончался из-за того, что он сильно облучился. Вот так вот, находясь рядом с печкой, в которой горят тупо радионуклиды и попадают сюда прям в гараж и в легкие, к человеку. Ну вот, друзья, хоть один гараж, в котором есть хоть что-то, хоть что посмотреть. Видите, осталась мебель. Здесь стоит буржуйка, которая, кстати, очень круто можно обогреться в холодное время года. И здесь видим остатки. Росинка, вот апельсин, водичка минеральная, водичка сладкая. Остатки от горячительных напитков. И множество полочек, в которых лежали, скорее всего, деталюшки к разным автомобилям. Ого, друзья, смотрите, какой там огромный лаз внутри. Ступеньки такие, ничего себе. Обалдеть. Вот это да. И там целое помещение огромное. Интересно было спуститься туда. Выходя из Припяти, обнаружили вот такой интересный домик. Находится в лесу между Припятью и Яновым, станцией Янов. На вид довольно неплохо сохраненный. Интересно, что там внутри. Радиационный фон, ну вот, как вы видите. В десяточек раз превышает норму. Пойдем. Внутри здания чисто. О, сталкерская вписка, да? Мародерская. Ну, это металлистов, может быть, апартаменты. Наварка, вон, курточка. Да, это они любили такой арестик. Здесь сохранился даже холодильник. Вот так вот и выглядит. В общем, вот такой вот интересный домик. Между Припятью и станцией Янов. Какая-то комната. Похоже на коммутатор. Вишь, на коммутатор кто-то похож на. А тут как-то есть. Вот, смотри, тоже такой диван. Диван, как в Жавнировке был. В общем, кто знает, что это за шкафы такие, пишите в комментарии. Там даже стол стоит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут кровати даже есть. Кровати это очень хорошо. Ну да. В теплое время тут можно даже переночевать. Окна, правда, разбитые, но... Ну, смотри, какие бутылки. С подсоветского молока. Вешалка есть. Тут тоже кровать, стульчик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нашли мародерское место, где мародеры висели тут. Сейчас вы видите комнату в медсанчасти Третья, где когда-то, или в 2000-х, или в 90-х годах, вписывались мародеры. Как это понять, что они здесь вписывались? Это очень просто. В отличие от стелкеров, мародеры имеют с собой всегда вот такие вот ложки. Стаканы для водки, для алкогольных напитков. Вот такую старую милину. 2000-х годов, наверное. Плюс ржавые банки. Раскладушка. Потом бутылки с под алкоголем. Вот такое вот всё. Плюс этикетки с под пива, стаканы, ложки. Там банка с под майонеза под старого. Первый мародер был пойман уже в первую ночь после эвакуации жителей с 27 по 28 апреля. Это был молодой человек, 18 лет, житель села Копачи. Это село расположено в 6 километрах от города Припять. Этот человек пробрался в город, разбил витрину и украл оттуда табачное изделие. И был задержан. А как же они сюда попадали с таким тяжёлым продовольствием? Сюда не попадали. Их завозили официально. Они должны были после 8 часов покинуть это место. То есть тогда в 2006 году им разрешили. Но оставаться они не имели права. Для этого они прятались в таких вот местах. Когда все жители города Припяти уехали безвозвратно и навсегда с этого прекрасного города, город не остался пуст. В Припяти дежурило около 500 милицейских, которые следили за порядком. Как я вам уже говорила, Припять богатый город, куча магазинов, куча всего. Поэтому Припять осталась охранять целая гвардия, так сказать, правоохранительных органов. И, как сказал, в первую ночь уже были пойманы первые мародёры. В этой вот комнате и спали, тут временно проживали мародёры. Вот видите. Ну это металлистов могут быть апартаменты. Наварка, вон курточка. Да, это они любили такое носить. Бывали дошли, кажется, грани. Во время второй волны мародёрства, которая началась в конце 90-х и продолжалась до конца 2000-х годов, она заключалась уже не в вывозе каких-то ценных вещей, да, она заключалась уже в том, что это были люди, которые охотились за различными металлами, в том числе цветными металлами. Также известный громкий случай был, когда бывший житель Припяти Александр Сирота во время очередного посещения своего родного города обнаружил людей, которые грузили множество батарей, спиленных с припятских квартир, грузили в КамАЗ. Вот это всё. При этом многие, представляющие какую-то ценность вещи, были свезены в магазин «Радуга» в Припятске, для того, чтобы использовать их уже для нужд зоны отчуждения. Почти каждое село, которое находится у границы Чернобыльской зоны, но внутри Чернобыльской зоны, рядышком с колючкой, очень сильно пострадало. То есть там уже разобраны, все дома разобраны почти на кирпичи, полы давно содраны, а с окон поснимали оконные рамы. Вот это всё вследствие того, что люди, которые живут у зоны, имели такой, так сказать, нелегальный заработок. В итоге, друзья, вместо уникальнейшего музея Советского Союза, мы видим музей мародёрства. Мы видим полностью разграбленные дома, сельские. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok